Слава Тебе, Боже, да слава Тебе! Пресвятая Богородица, спаси нас! Светитель, очи наш Николая, моли Бога у 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 нас! Во имя Отца и Сына и Святого Духа! Аминь! 30 января. Память преподобного Зенона. Этот блаженный отец наш Зенон происходил из понта. Оставив здесь огромное богатство, он напаялся источниками учения Святого Василия Великого, орошавшими Каппадокию, и принес плоды, достойные этого учения. Он служил при дворе императора Валента в числе воинов, с которыми посылали царские грамоты по смерти этого государя. Святой Зенон отверг богатство и почетное звание и поселился в одну гробницу, находившуюся в горе, близ Антиохии. И здесь жил в уединении, очищая душу. У Святого Отшельника не было никакого имущества, кроме ветхого рубища, в которое он одевался. Пищу получал Святой Зенон от одного из знакомых, который доставлял ему один небольшой хлебец на два дня, а воду он носил себе сам издалека. Являясь примером глубочайшего смирения, преподобный Зенон в исполнении иноческих подвигов достиг высокого совершенства. Сорок лет провел он в постничестве, приходя каждый воскресный день в Святой Храм, где служил Божественное Слово, преклонял слух своих по учениям проповедников и приобщался к святых христовых тайн. После того преподобный возвращался в свое убежище, не имевшее ни замка, ни сторожа, потому что оно недоступно было для злодеев и совершенно безопасно. Спустя некоторое время по удалению своем из мира преподобный послал одного из знакомых к себе на родину продать имущество, оставшееся после родителей его, и выдать его брату, принадлежавшую ему часть. Исполнивая это, послан и доставил святому его долю. Из нее преподобный Зенон стал благотворить неимущим. Когда же почувствовал приближение кончины, то пригласил к себе антиохийского епископа Александра, 413 по 420 годы. И сказал ему, так как я призываюсь к отшествию из этой жизни, то завещаю тебе, что мог я раздал сам, как казалось мне лучше. Это же остальное не успел раздать и назначаю распорядителем всего тебя, призывая Бога во свидетели. После того, облабузав святителя, блаженный предал душу свою Богу. Богу нашему слава во веки веков. Аминь. Просим, приходите, подписывайтесь, будете регулярно получать с нашего канала.